Привет всем большими и маленькими любителями посылок из Китая. Сегодня ко мне приехала вот такая посылка. Забирал я ее в СДЭКе. Заказ был с сайта Banggood, который, кстати, несмотря на различные заболевания в КНР, в Китайской Народной Республике, отправляет посылки по сей день. А вот с Алиэкспресс почему-то у меня, ну не почему-то, наверное, в связи с этим заболеванием, довольно странным, там посылки не отправляются. У меня уже накопилось более 18 заказов. И буквально позавчера заказывал на Banggood еще один заказ, и они уже на следующий день его отправили. Вот, поэтому, в общем-то, делайте выводы. Если вам что-то нужно срочно, не обязательно зацикливаться на Алиэкспрессе. Используйте другие магазины. Так, что ко мне пришло? Ну, самое интересное, наверное, вот в этих коробочках, это просто припой для пайки. До этого я получал из магазина Banggood другой посылкой вот такой вот паяльник. И, собственно говоря, припой у меня никакого не было, поэтому вот такой моток где-то за 4 доллара пришлось дозаказать. Поэтому его я отставляю в сторону. И перейдем к более любопытным посылкам, потому что припой это достаточно прозаично и скучно. Так, здесь у нас находятся фонари. Одни из самых покупаемых, наверное, фонарей. Это касается и производителя, это конвой. И модели. Это конвой S2+. Шикарная модель. Те, кто стремятся к дальнобоям, эта модель не для них. Здесь, видите, апельсиновая корка. Отражатель. XML2 диод. Достаточно старый. Сейчас уже есть фонари на SST40, SST20 диодах. Оба фонаря на SST40 я также получал. И в конце можете посмотреть тесты фонарей S2+, на SST40. У меня есть на канале такое видео. Эти два фонаря идентичные модели, но отличаются по оттенку, по цветовой температуре. Цветовые температуры у них отличаются. То есть диод один и тот же, но отличаются температуры. Так, давайте я вставлю аккумуляторы. Вот такие вот с санью, например, можно вставить. И посмотреть, как они светятся. Действительно ли заметное отличие. Так, аккумуляторы абсолютно идентичные. Это из батареи ноутбука. Не новые аккумуляторы. Бэушные. Но из одного. Из одной сборки ноутбучной батареи. Поэтому, в общем-то, параметры у них примерно должны быть одинаковые. Да, ну я вижу вот этот вот теплый свет, а вот этот вот холодный. Неполным кликом. Да, вот еще лучше видно. Здесь вот это теплый свет, а вот это холодный. Неполные клики у меня не получаются. И один из моих зрителей оставил комментарий о том, что можно отключить у модели на XML2 диоде. Режимы, которых многие раздражаются от наличия этих режимов. Это вот эти вот стробоскопы, SOS, вот этот вот. Сейчас я попробую это сделать. Вот это SOS. То есть нужно переключиться на самый маленький режим и выключить после этого. Когда мигнет один раз, нужно сразу выключить. Вот не знаю, успел я сейчас. Вот это самый маленький режим. И нужно дождаться вот этого подмигивания и после этого сразу выключить. Но сейчас я попробую, удалось ли мне отключить. Нет, не удалось. Нужно сразу это сделать. Видите, мигалки сохранились. Вот, вроде бы, достаточно быстро я это сделал сейчас. Несколько секунд подождем. И включим. Пройдем все режимы. Опа! Шикарный просто способ. Вот я проматываю все режимы, никаких мигалок. То есть еще раз. Включаете ваш фонарь. Полным кликом. Доходите до самого маленького режима. И ждете, когда он моргнет. Еще разок. Вот самый слабый режим. Вот они моргнули одновременно. После этого нужно просто отключить. резко, полным кликом, фонарик. Давайте я еще раз сделаю. Верну стробоскопа обратно. Вот самый маленький режим. Вот они моргнули. Я выключил. Успел. Очень быстро получилось. И вот сейчас, я уверен, получится включить стробоскопа обратно. Вот, включаю снова. Вот они. Вот они, стробоскопы вернулись обратно. Вот SOS. И опять самый маленький режим. Вот они мигнули. Я выключил. Шикарный способ. Просто можно очень быстро все переключать. Я надеюсь, вы поняли схему. Вот я снова включаю. Минимальный режим. Максимальный режим. Вот, снова минимальный. И никаких стробоскопов нет. Вот неполный клик я делаю. Никаких стробоскопов нет. Шикарно. Оставляю так. Выключаю пока фонари. Так, тоже отложу их в сторону. И перейдем вот к такой самой большой коробочке. Это очень-очень-очень полезный блок питания. С регулируемым напряжением, которое можно переключать. Так, здесь почему-то у нас какая-то бумажка закрывает информацию. Вот мы видим от 3 вольт до 12 вольт. Представьте себе отличный вариант, когда можно переключить просто любое нужное напряжение. Включая 5 вольт, распространенное очень. И 12 вольт, очень-очень также распространенное. От обычной сети питается. И в комплекте, посмотрите, сколько всего. Все разъемы на розетке. Вот такой USB провод. И все штекеры, включая просто контактный вот такой штекер с контактами, куда можно подсоединить оголенные провода. И вот такой замочек, который переключает само напряжение на вот этом блоке питания. И выдает 2 ампера максимально. То есть, при 12 вольтах он может выдавать 2 ампера. То есть, годно для любых роутеров. Для многих вещей, которые питаются от 12 вольт. Кто, в общем-то, сталкивался, тот знает, что требуется, ну, в любом случае, где-то 1, 1,5, либо 2 ампера. Редко, когда 2,5, то есть, самые распространенные, вот, такие большие нагрузки, это 12 вольт, 2 ампера. Это то, что нужно. И, внимание, ценник на этот адаптер питания в Banggood очень-очень низкий. Во всяком случае, вот в тот момент, когда я приобретал, он стоил всего 7 долларов. То есть, это просто неимоверно дешево, поскольку любой адаптер, если вы приобретаете, приценитесь, он стоит значительно дороже. Просто адаптер питания, например, на 12 вольт. То есть, только с одним напряжением, без возможности приключения. Вы купите один адаптер и заплатите за него значительно дороже. А здесь вот такой шикарный комплект. Вот сразу мы видим нашу вилку, евро-вилка, вот она. Помимо нее, вот эта английская вилка, но она редко где бывает задействована. И вот такая австралийская. Я надеюсь, я не ошибся. Это именно австралийский стандарт. И на самом адаптере американская. А, тут здесь вот таким вот образом, как у достаточно дорогих блоков питания, у приличных, отстегивается, вставляется. И до щелчка, видимо, да, опускается. Щелчок и защелкнуто. Вот этот американский стандарт тоже достаточно распространен в Китае. Давайте попробуем подключить его в розетку. Здесь стандартный 5.5 на 2.2, по-моему, он так называется. Баррел-разъем, как пушка. И он распространен у многих зарядных устройств для аккумуляторных батарей. Вот, на примере моего Opus BTC-3100 можно сразу проверить. Только единственное, здесь светодиод мы видим, синенький, очень приятно светится. Единственное, здесь нужно переключиться сразу нам на 12 вольт. Вот, посмотрите, как здесь реализован переключатель. Стрелочка показывает. То есть, у вас нет двусмысленности, этой стороной он показывает или этой. Вы сразу видите стрелочку. И переключаете. Тоже щелчком фиксируется каждое положение. То есть, она такая не болтается, а достаточно жесткая, плотная. Вот это выполнено, брендировано DIGU. Производит разные вещи. Так, давайте подключаем в розетку и включаем адаптер. Определяется. Выставляете режим. Например, Quick Test. Нам просто проверить. Сейчас покажет внутреннее сопротивление. 117. Такой средний аккумулятор. Вот, то есть, пожалуйста, можете использовать в любых зарядных устройствах, которые в основном питаются приличной зарядкой вот такого плана. Они питаются от 12 вольт. Очень распространенная ситуация. Также, смотрите, какой набор адаптеров. Просто волшебный. Вот этот меня адаптер сразу заинтриговал. С одной стороны USB, а с другой стороны ответная часть вот под этот 5.5 на 2.5. Или на 2.2, я вот точно не помню. То есть, превращается адаптер в стандартный адаптер 5-вольтовый. Для этого, естественно, нужно не забывать переключать. Вот так, вертикально мы выставляем переключатель. А, здесь 6. Еще разок. Еще разок в сторону. 5 вольт. Давайте смотреть. Подключаем к розетке. И посмотрим, работает ли он вот с такими, такого плана USB-тестерами. Да, все показывает напряжение. И давайте подключим к нему через кабель старый вот такой вот телефон, который у меня как раз полностью разрядился. Что мы видим? Пошла зарядка. И 0.4 ампера подается на телефон. Отлично. Также давайте подключим без переходника вот такой смартфон, который потребляет немножечко больше. И тоже мы видим, вот здесь пошла молния, пошла зарядка. Вот подается ток. И можно заряжать любой телефон, смартфон. В общем, все, что у вас имеется и заряжается от 5 вольт, от стандартного такого напряжения. Так, что здесь еще любопытного? А, ну, любопытен сразу вот этот... Вот такой адаптер на microUSB. То есть вот эта гирлянда, она излишня. Поскольку здесь в комплекте идет сразу вот такой microUSB адаптер. И можно подключать напрямую ваш смартфон на Android. То есть сразу к нему. И вот, надеюсь, вам видна молния. Просто не видно, нельзя увидеть USB-тестер. Ну вот, собственно, молния слева от часов должна быть вам видна. Идет зарядка. Из любопытного, что я узнаю из этих адаптеров, оно вот этот адаптер, который подключает... Которому можно подключить через зажимы, то есть любые оголенные провода. И подать на какое-то устройство, которое вам нужно... Ну, в общем, для какого-то аварийного случая. Я, в общем, сейчас навскидку не могу вам... Сценарий предоставить, где можно это запитать, что можно запитать. Но поскольку такое количество различных напряжений, ну, то есть практически любые устройства можно будет запитать, включая, вот видите, вот такой адаптер. Просто проводочки подсоединить к нему, и все. Остальные имеют разные диаметры стандартизированные, которые также распространены. Ну и вот этот, конечно, адаптер мне очень нравится. То есть стандартный USB подключил и вперед. Можно запитать любой, собственно говоря, powerbank, смартфон, телефон, все, что угодно, все, что питается от USB, камеру, там, все, что хотите. Вот такой адаптер. Очень мне он понравился. Своей вот этой функциональностью и набором. Вот эта большая... Большая поставка переходников в комплекте. Штекеров под любые розетки, включая нашу евровилку. Но мне удобно использовать вот такой австралийский адаптер, поскольку у меня вот такой адаптер удлинитель Xiaomi имеется. И он как-то плотнее заходит, и вылет у него ниже получается. То есть можно использовать либо вот этот американский, он тоже зайдет плотно вот таким вот образом. Но этот за счет вот этих углов он вставляется и фиксируется, на мой взгляд, лучше всего. И не забывайте о цене. Всего 6,99, то есть 7 долларов. И поставка, буквально отправку делают на следующий день. Все ссылки приведу в описании к этому видео. Переходите. Регистрируйтесь на Абангуде, если вы еще не делали там покупки. Очень приличный магазин. В зависимости, видимо, от суммы. Там можно выбрать два вида доставки, как правило. Во всяком случае, те суммы, которые я вот выбирал, то есть не очень большая сумма, мне пришлось пойти и сделать самовывоз из ближайшего пункта самовывоза с ДЭК. То есть они очень любят сотрудничать со СДЭКом. Почти все отправляю через СДЭК. Иногда присылают курьера, и он доставляет вам на указанный вами адрес домашний. То есть прямо до квартиры. Я думаю, что это зависит от суммы. Но в любом случае, если суммы небольшие, то есть один адаптер, то, скорее всего, вам придется сходить и сделать самовывоз из пункта выдачи. Вот такая распаковка. Если понравилось, поставьте лайк внизу под видео. Я постарался вам даже небольшой такой тест устроить вот этого адаптера питания. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь сверху на мой канал. Всем пока.